Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрашворд и с вами я, Юрий Гемельфорд. После 11 мая мне довольно часто подписчики стали задавать недоуменные вопросы. Юра, ну вот смотри, вот ты раньше говорил о том, что нужны карантинные меры, ругал Путина за то, что эти карантинные меры не соблюдаются и вводятся слишком поздно, а теперь вроде говоришь наоборот. Да, Путин отменил с 12 мая режим самоизоляции, мол, выживайте как хотите, и ты утверждаешь, что это тоже плохо. Противоречие получается? Парадокс? На самом деле, друзья, никакого парадокса тут нет и в помине, а все более чем логично. И сейчас я вам объясню, в чем тут проблема, и прошу слушать очень внимательно. То, что во время любой эпидемии, тем более пандемии, нужны карантинные меры, это есть факт, это есть аксиома, и отрицать ее совершенно бессмысленно. Они нужны. Но, с другой стороны, отменять сейчас, когда Россия, я напоминаю еще раз, вышла на второе место в печальном антирейтинге по количеству инфицированных ковид, это вообще, я считаю, не то что безумие, это преступление, это нельзя было делать. Но, да, карантин нужен, но ведь понимаете, что должно ему сопутствовать? Как проходил карантин в России? Карантина не было. Был непонятный режим ХЗ. Хрен знает чего. ЧАЭС не вводилась, в результате чего люди оказались брошенными на произвол судьбы. Хорошо, ладно, я задаю элементарный вопрос. Почему для банков не было сделано указание, чтобы продлили грейс-период на все время пандемии, на все время самоизоляции? Что такое грейс-период, большинство знает, но на всякий случай напомню. Это период, когда проценты не начисляются, и любое погашение кредита, оно, соответственно, уменьшает сумму основного долга. Вот и все. Почему этого сделано не было? Ась, позвольте полюбопытствовать? Нет. Вместо этого делается другое, о чем мы с вами недалее, как вчера, уже говорили. Выделяется 12 миллиардов рублей на поддержку микрофинансовых организаций. Во! Замечательно! Великолепно! То есть, по сути дела, люди, они поставлены в режим самовыживания, а не самоизоляции. Когда людям никто не помогает, но при этом от людей требуют. Никто никаких поблажек и послаблений для людей не делает. А я, кстати говоря, сейчас вам покажу это на элементарном примере. 21 год назад моей маме сделали достаточно тяжелую операцию. И после операционный период там необходимо было два лекарства, вот как сейчас помню, Гордокс и Контрекал. Я подхожу к хирургу и спрашиваю, а когда они нужны, эти лекарства? Он говорит, да ты не торопись, часа через три. Ну, я не знаю, то ли он пошутил так, то ли это в его понятии три часа это очень много, но я был в полном ступоре. А интернета, я напоминаю, тогда не было, и тогда можно было только по телефонным звонкам, да и то с большим трудом. Ну, мне тогда безумно повезло, что я работал в фармоптовке. Я пошел к директору, и он мне выдал это лекарство и просто сказал, я спешу у тебя это с зарплатой. А по ценам я вам могу сказать, что это было. Я тогда получал в 99 году очень хорошую по тем временам зарплату для Саратова 8 тысяч рублей, но это сейчас приблизительно как 1050 или больше. Плюс эти лекарства, вот то, что мне надо было, стоили 3000. Тоже огромная по тем временам сумма. Ну, если предменять вот ту же самую пропорцию, это было приблизительно, сейчас бы они стоили тысяч 20, 18-20 тысяч. А вот теперь представьте, что будет, когда на каждом углу, как грибы после дождя растут микрофинансовой организацией, а человеку, которому сказали, ну все, все, пожалуйста, гуляй, никакой самоизоляции нет, иди работай, подхватывай коронавирус. Что произойдет дальше? Догадаться нетрудно. А если вашим близким нужна какая-то медицинская помощь, вы будете задумываться над тем, что с вас потребуют совершенно безумные проценты. Да никогда, ни при каких обстоятельствах вы задумываться об этом не будете. Это потом, когда на вас шандарахнет, когда за лекарство стоимостью 10 тысяч рублей, у вас квартиру уже будут отжимать. Вот тогда вы взводите, вот тогда вы вспомните мои слова о том, что в первую очередь такие организации запрещать надо. Вот что надо делать. Вот почему я говорю. Нельзя, в принципе, нельзя отменять режим самоизоляции в России. Тем более, что Россия не только по количеству инфицированных COVID-19 вышла на второе место, но и давно уже, уже несколько недель уверенно держит второе место по темпам роста инфицированных в день. 12 тысяч в день не хотите? Это огромная величина. И в такой ситуации вы не забывайте и еще одну вещь. Да, чисто формально Путин пообещал людям, что в случае трагического исхода, если врач умрет, так сказать, на боевом посту, семья его получит компенсацию 2,7 миллиона рублей. На одна маленькая деталь. А помните наш позавчерашний разговор о том, что доктору, которая умерла из-за ковида, поставили диагноз вне больничной пневмонии? Значит, что отсюда следует? Правильно. Отсюда следует то, что, по сути дела, ничего ее семья не получит. То есть кидок, простите меня за блатную феню, в чистейшем виде. В чистом виде кидок. И вы мне в таких условиях хотите сказать, что режимы самоизоляции соблюдать не нужно? Я вам больше скажу. Я не знаю, специально это сделалось или по недомыслию, но вы обратили внимание, что так называемые ковидоскептики, они чувствуют себя в информационном пространстве более чем вольготно. Никто не блокирует эти сайты, никто их не банит, никто не запрещает им, по сути дела, провоцировать людей на нарушение режима самоизоляции. Никто им не мешает. А теперь ответьте на простой вопрос. Вот сами подумайте, где здесь в моих словах есть противоречия? Чтобы было понятно, вот как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза, я скажу. Отмена в России режима самоизоляции это преступление. Это реальное, натуральное преступление. Отменять его нельзя. Но во время режима самоизоляции люди должны получать реальную помощь. Вот о чем идет речь. Подписывайтесь на канал Нюра Шворц, ставьте лайки. Но я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Пока.